Завершили мы воскресенье второго дня, второго воскресенья Великого Поста, которое посвящено памяти святителя Прикория Архиепсиха Славицы. Каждое воскресенье Великого Поста имеет какой-то свой особый смысл, особое значение для нас, проходящих в Великого Поста, но это такой подвиг. Если мы неделю тому назад с вами говорили о том, как святые отцы православной церкви утверждали веру христианскую, защищали православие от зимки всяких ересей и расходов, и праздновали то, что православие, и как бы церковь нам напоминала о том, что мы, христиане, должны знать наше виручение, чтобы его не защитить. В случае, если какие-то нападки совершаются, какие-то, может быть, сегменты или, наверное, пытаются уловить нас в свои сети, мы одновременно напоминали вам, что знание и изучение – это есть необходимое условие в рождении в церковь Божьей. Но вот в эту вторую неделю Великого Поста, она нам как бы говорит о том, как мы должны познавать ум, познавать истину, познавать его обучение. Мы с вами понимаем, что познавать можно по-разному. Можно познавать, читая книги, участия каких-то там катенизаторских хрустей, или просто спрашивая у вас на инцеркви, более осознанных собратьев и сестер о виручении, о виручении о Боге, о колонной церкви, о том, как нам спастись. Но вот в это второе воскресенье церковь нам напоминает о том, что все наши усилия, которые проходят только лишь сквозь вот такое внешнее научение, они остаются бесплодны, если мы не имеем в себе единственной молитвы. Не буду вам сейчас излагать все это драматические события, драматические события связаны с утверждением учения о безмолвствующем, на котором потрудился святитель Григорий Славицкий. Скажу как бы только итог. После долгих соборов, которые продолжались неоднократно сценицей, возле многих соборов, которые проходили в Византии, учение о священном безмолвствующем, которое говорило святой Григорий, было принято церковью. Как учение, которое говорит о том, что с одной стороны то монашеское тело, или, как еще называются, кунное тело, которое практиковали и до сих пор практикуют монахи Афона, что это есть истинное богопознание, что те, подчастливые чудесные явления, подобные походу вооруженному свету, которые напыдают отлично святой горы Афон, во время своих вот этих умных дел, что это есть именно явление Бога в своих ритуарных энергиях в этом мире. Явление Бога – это значит присутствие Божие в нашем мире. Вот мы с вами должны понимать еще такую очень важную вещь, что вот чем христианство отличается от Ветхого Завета, но от того и водоизма, от того и водоизма, который был в Ветхом Завете. Прежде всего тем, что Священное Писание этого Завета, которое нам излагает историю, оно говорит нам, что главная задача носителей истинного бога, то есть вот для этого Завета заключалась в том, чтобы не потерять и на Божие посреди бурного, жестокого и моря и существ. что надо было обязательно сохранить представление о том, что Бог есть Творец Велого мира, что Он трансцендентный, как говорят в Ветхом Завете, то есть когда, что этот мир – это Творение, и поэтому поклоняться Тварному – это грех. Абсолютно и заповедь, и секретику мира, и ее такое очень строгое поведение о Творец Ветхом Завете. И Творец Ветхом Завета остается на нас верным. Но Новый Завет – это совершенно другое состояние, когда уже Бог совершил свою теопаду, то есть явление в мире. Когда Он воспринял плоть, когда Он воспринял все человечество – себя, когда Он стал одним из нас, одним из людей. И не только осветил нас, то, что мы понимаем при грещении, но и осветил весь мир. Это не значит, что мир наполнился Божеском. Нет, конечно, не я каких-то фантеистических идей, но Божье присутствие в виде Божественной благодати или, как говорится в той Григории, в виде Божественной энергии, оно есть среди нас. В тех, кто благодать в помощи, которые получаем мы во время молитвы религиозных, в тех иногда и в чехсах, которые совершаются ради нашей спасения, в тех тарицах, которые преподавится нам в Святой Церкви. Во всем этом Господь является нам. И вообще наша христианская вера, она говорит о том, что мы всяческими нитями связаны с миром Небесным. Вот получаем мы просфору. Это вот один из небольших знаков, который связан в суток об этой связи. Потому что в каждой просфоре Госбужебной, я имею в виду, которую мы раздаем, есть маленькое изъяло, которое вы прекрасно знаете, частица, которая вынята в память того или иного живого или усущего христианина. И эта частица в момент окончания Божественной Духи с молитвой опускается кровь в кресту. И то, что сейчас только что совершили. И таким же образом, вкушая эту свалу, вы как бы оказываетесь связаны с Церковью. Ну понятно, что основная связь, это, конечно, таинство церковных, это Божественное Духаристие. Но даже если вы в этот момент не вкустили Божественную Духаристию, а просто вкустили, потому что вы как бы эту нить держите в руках. Потому что частица этой просфоры, она соединена с Богом. Тут, конечно, я не призываю вас не причащаться. Главное, это причастие. Но надо не заполнить, что это символическое соединение Божественного Духа с Господом. С миром, в Орне. А причастие, это уже не символическое, а это сущностное соединение с Богом. И вот такое соединение, оно, вот такие такие, как бы, знаки нашего соединения с миром, в Орне, они насквозь пронизывают наше, наше Богослужение. Ну и, конечно, прежде всего они выражаются по молитвам. Что молитвы, которые мы совершаем, и наша, нам, наш, как мы говорим, потому что более общественная молитва, это вот та связь с Богом, которая нужна нам для того, чтобы спастись. И молитва эта должна, конечно, быть, совершаться благогонением, не будет быть Богом, но как некое дань, которое мы родим, как наша внутренняя потребность, нашего, нашего, нашего жизни. И вот как раз Игорь Григорий и говорил о том, что эта молитва, это не просто наше поиск, и даже не просто благодарение, а это есть вот наша незримая любовная связь, чтобы благодать Господу получать во время этих молитв. познание Бога. познание Бога это не только и не столько упражнение в нашем рассудке, в нашем разуме, хотя это тоже, конечно, должно быть, но это еще и желаем, сердечное, молитвенное сверст. только через это мы можем познать истинную Богу, и Бог явится нам, и дарует вам спасибо. Субтитры подогнал «Симон»